Подмосковный клуб прервал серию из четырех поражений в Евролиге. Желто-синяя не могли победить почти месяц. Альба приехала в Химке в роли аутсайдера. Всего три победы и абсолютно законное нахождение внизу турнирной таблицы, где они делят 14 минус 15 места с Валенцией. Клуб из Германии не может похвастать звездным составом, громкими триумфами, а самое яркое информационное событие случилось с ними до старта сезона, когда руководство отказалось от группы поддержки. По мнению боссов Альбы женщины должны играть в баскетбол, а не развлекать народ в перерывах. Подобное решение далеко не всем пришлось по духу, но факт остается фактом. Команда Чирлидерш была расформирована после 25 лет успешного существования. О, времена! А что Химке? Успешный старт сменился черной полосой. В Евролиге 4 поражения подряд, а последняя победа случилась почти месяц назад, 14 ноября в домашней встрече против Милана. При этом нельзя говорить о том, что с подмосковной командой что-то случилось. Парни Курти найтисо по-прежнему безупречны в единой лиге ВТБ, а в Евролиге, если вынести за скобки гостевую игру против Реала, бьются в каждом матче. Альба почти всегда играет вторым номером, на нее ничего не давит и любая победа будет уже почти сенсацией. При этом, начало любого матча – это время немцев. Покусать оппонента – любимое занятие берлинской команды. Выдать 6 из 8 попаданий в первые 10 минут игрового времени? Пожалуйста. Химке, судя по всему, не были готовы к такой наглости соперника. В первой четверти желто-синее бросили из-за дуги всего 4 раза. И все броски на себя взял Алексей Швет. Он искал себя, у него явно не шел бросок, но адаптироваться и приспосабливаться звезда Химок умеет отлично. Сперва он начал раздавать передачи, уже 3 только в первом игровом отрезке, потом добавил проходы, 2 из 4 в первой четверти, и в итоге отбегав всю первую 10 минутку, отправился на перерыв с 9 очками. Двухминутный перерыв оживил хозяев, которые наконец полноценно проснулись и принялись играть первым номером. Полетело у Сергея Карасева, обретающего наконец свои былые кондиции. Очень качественно свои минуты отыграла и она с жеребка. Шведский баскетболист попадал открытые броски, которые для него создавали Крамер, Шведевич. Разница в счете быстро съежилась, а в конце первой половины Химки абсолютно логично вышли вперед и больше лидерства не упускали. Третья четверть стала переломной в матче. Альба решила сломать игру соперника зоной, но забыла, насколько много снайперов высокого класса у химчан. К тому же, подмосковная команда начала бить оппонента его же оружием, сверхбыстрой игрой. В результате нападение берлинцев капитулировала, набрав жалкие 12 очков третьей четверти. Главной же звездой матча был, нет, вы удивитесь, не Алексей Швед, а Двин Букер. Центровой растерзал и разломал все защитные построения Альбы, против которой, кстати, играл еще в форме Баварии. Американец обновил свой личный рекорд результативности в Евролиге и выбил дабл-дабл. Редактор субтитров А.Семкин